I have ways of blowing things up Не то чтобы подзабыть, что у нас здесь происходит Ну так, заржаветь На монтаже Я увидел вон ту кнопочку Я думал, что нам придется выбегать и нажимать Тут какую-то кнопку, но кнопка есть здесь Поэтому мы сейчас с вами аккуратненько попробуем Там есть куда потом забежать По звуку открылась дверь здесь Понял F5 Валим Ага Ай Ха-ха, я постоянно отхалываю этой штуки Блин, это сложный момент Вы че? Как я его Как я его там бить буду? Он же Он же чарджится постоянно А тут электричество Если бы можно было вот эту штуку отключить Было бы реально круто Стоп Маг проголодался Надо схавать Не мага, конечно Но магом Так Там посох, если че, по-моему Это самый действенный вариант удара Как мне сейчас кажется Не бей с разворота Ладно Попробуем его так бить Пять Пять Есть Неплохо Я же говорю, что огненные О, ключик Да, ключик Это то, что нам нужно было От механической двери Вот что интересно Жезл молний Так, дружище Жезл Атака 14 Раскаты грома слышны каждый раз Когда этот жезл рассекает воздух Жезл Жезл это явно что-то магическое Поэтому держать его будешь Ты Но Что нам это Даст Ты же им не сможешь бить Да, правильно Ладно А, кстати, ребятушки Вот еще одно вам доказательство Того, что инструкции Блин, надо читать У нас есть Описание Каждого нашего персонажа Которое мы вначале не выбирали Нам спросили вначале Вы хотите выбрать Или пустить по дефолту И поскольку я не знал Что будет в этой игре Я пустил по дефолту Все Что у нас получилось У нас таланты особенные Предок демонов У вашего прадеда Был огненный глаз Сопротивление огню 25% у нашего мага Оказывается Надо было это почитать Еще В первой серии, например Ну ладно И есть сила воли Сила воли плюс 2 Окей У воровки У нее навык Очки мастерства Обучены И ловкость Ваши рефлексы более развиты Плюс 2 Вот У нашего бойца У него навык обучения Плюс 3 очки мастерства И ваши рефлексы Так, это Я не там Извините Плюс 3 очки мастерства И ваше тело более мускулисто И атлетика Сила плюс 2 Это бонус, который мы получили изначально И вот у нас минотавр Охотник за головами Требует расу минотавр Сила атаки Плюс 3 За каждый череп Вот зачем мы черепа собирали-то в игре Я вот это вот задавался этим вопросом Потом я в комментах поспрашивал, что где как И решил пойти еще немножечко почитать Вот до чего я дочитался Но есть еще стойкость Устойчивый к ударам Плюс 15 Это немножечко иронично Потому что именно его всю игру мочат просто Не то, что бьют Мочат Так, у нас тут кинжал Вот эта вот сапля У нас под вопросом Нужна она нам или не нужна Тебе в принципе оно-то и даром не нужно А вот что насчет тебя Мы же Мы с раскройщиком ходим Который 27-12 Да Так, ладно У нас появился Я не знаю, что с этим вот Голодающим грибом делать Ой, не грибом У меня тут просто грибы валяются Голодающим браслетом Ну, блин Восстановление здоровья Плюс 20% Вот, конечно, круто Ну, посмотрим Фишка в другом Есть ли тут Какой-то секрет То есть жезл Это, конечно, все вкусно и хорошо Но А, вот видите Как раз тот кусок карты Который я говорил, что Который что, да Хорошо Как теперь нам свалить отсюда по-человечески Я отхавал У-ху-ху Нет Все-таки получили разочек Ха-ха-ха-ха На-на-на-на-на Так, ладно Молниотвод Хорошо Теперь мы можем Открыть механическую дверь Кстати, где она была А, вон, я вижу, где она была Давайте восстановимся Заодно игра сохранена Отлично Нам сейчас Сюда, сюда Сюда Нет, не сюда Сюда Ээээ, та, перса, спасибо, итак, здравствуйте, кожаная шапка, зачем я кожаную шапку таскаю, ну да, значит кожаная шапка, до свидания, потому что я ее явно не буду одевать, защита 15, 15, Карл, хотя этот шлем выглядит парадным, выкован в древности, он выдержит даже самые сильные удары, у нас шапочка на 8, у тебя шапочка на 12, полный шлем, ну типа, что происходит с вашей игрой, да у нас там полный шлем, ладно, Так, ну явно вот этот вот стальной шлем у нас на 8, на 15, ну вот этот получше, а получается, стой, 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 пластичные ботинки 12, Сапоги доблести, полный шлем, пластичная кераса, смотрите в чем прикол, сейчас, я вам сейчас кое-что объясню, ну на свой взгляд кое-что объясню У тебя будет пластичный сет, блин, кольчужные поножи, мне получается пластичных поножей не хватает, у них вообще так-то защиты не очень Ну хорошо, у нас пластичные перчатки, пластичные ботинки, пластичная кераса, и судя по броне 12, полный шлем тоже из пластичной брони То есть у нас он весь в пластику одет, ладно Так, и у нас кольчужные поножи, которые вот единственное наше слабое место, хорошо, а вот у тебя, у нас есть сет хитиновый Ну на него сапожки мы отдали, у нас есть еще штаны и это кераска, кольчужка хитиновая, вот, а ноги у нас сапоги доблести и шлем доблести, это тоже сет, все, отлично Железный шлем мы здесь тоже оставляем, он нам не пригодится, а ты кто? Ледяной болт, болт, понятно Так, а почему? Блин, у всех перегруз, черт побери Сабля 19, 15, 27, 12, да, сабля у нас остается здесь Я надеюсь, что здесь не будет такой фишки, как потеря оружия и что-нибудь такое, потому что это было бы совсем уж обидно Стрела Болт, болты у нас тут были Все, нормально, распределили, может я похавать что-нибудь, давай я тебе дам, давай я тебе дам, хорошо звучит Еду просто, чтобы она здесь лежала, а потом посмотрим Так, у бойцов у нас по два, по две хилочки есть У саппорта по одной хилочке есть, тут вроде как у нас все нормально Классный секрет, ну по крайней мере шлемасик просто очень крутой Все получается Ф5 А, тебе еда перевешивает, на, поешь сразу, тогда и все тебе хорошо будет в твоей жизни Мы можем уходить Игра нас отпускает на девятый этаж То есть это было хранилище Девятый этаж, это храм Громок Фух, ну поехали Что ж там Звуки прям с самого начала, оптимистичные Попал Блин, надо было Так хорооош на самом деле ну ничего не открылась так вход в храм спасибо спасибо огненные элементарии конечно неприятные ребята но эта штука была целая мне кажется да то есть теперь их придется разбивать чтобы искать какие-то кнопки или я чё-то не понимаю ладно f5 ощущение что он где-то тут ходит а понятно спасибо где 5 по моему по моему был звук что что-то где-то открылась погодите но это слишком подозрительно тупичок и держатель для факела ну серьезно да теперь эти штуки придется разрезать черт привет чувак а здравствуйте священное писание хоть не священные писали то спасибо куда я вообще попал давайте перед тем как нажимать на кнопки просто по исследуем что здесь еда спасибо то есть вот эти вот тряпочки оставлять просто теперь нельзя новая механика у нас появилась тряпка руб ну хорошо и это я сказал сейчас не в минусы игре просто сейчас придется быть что за открывашка образовалась у нас тут просто придется быть гораздо внимательней погодите ну-ка я не уверен но у меня чувство что как будто там открывается дверь а если я сюда тоже поставлю факел у меня же где-то еще были факел я же их не все выбросил блин не говорите мне что все факелы выбросил у кого еще могли остаться факелы до если чем 1 приду их заберу это не проблема загадок с факелами так-то по-хорошему давно уже не было ладно меняющаяся кохты шьёп пресса ты мне уже как я увидел мне уже хорошо стало ладно в 5 зачем здесь как здравствуйте это меняющаяся комната не дайте ей себя одурачить там шестеренка меняющаяся комната не дайте ей себя одурачить я не слышу щелчка вот этого помните была такая фишка так ладно меняющаяся в каком смысле тут знаете в чем проблема меняющиеся комнаты тут ничего не меняется если тут есть определенный порядок так хорошо щелчков я не слышу которые указывали бы нам на нужный порядок там за стеной такой звук который я бы наверное не хотел бы слышать загадка ладно подумаем что с ней делать у меня еще вся комната не дайте ей себя одурачить вы же не хотите ли мне сказать что мне нужно положить вещи на каждую из этих штук не ну как бы давайте попробуем вещи ложится как минимум сейчас я положу еду и потом я соберу я не знаю в этом фишка или нет нет не в этом то есть у нас лежат вещи давайте я это заберу свиток меняющаяся комната не дайте ей себя одурачить знаете что я думаю здесь возможно есть какая-то кнопка на стене и при каждом моем наступлении на какую-то плиту она возможно от меня удирает ладно ребят пока не знаю надо 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 думать пойдемте не дайте ей себя одурачить опять здорово дружище а поймал перестрелка такая перестрелка такая я ему типа чё-то снимаю там сейчас вот так оп ножиком нормально ну долго мне тебя колупать о 24 крипичные неплохо есть чувак уже на ежика был похож о золотой ключик золотой а зачем куда он мне за игра как много загадок так хорошо тут уже фрески какие-то пошли смотрите так ладно ключик у тебя пусть лежит записки с этого этажа пусть лежат у него мы орден священного огня дали присягу защищать внутреннее святилище и охранять бессмертную бессмертного который покоится ниже мы клянемся нашими жизнями на все грядущие века так ребят что что мы поняли из этой записки есть некий орден священного огня фига ли вы здесь минуточку 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 это теперь теряется немножечко логика потому что это гора здесь для того чтобы сюда ссылали заключенных но есть некий орден который защищает некого бессмертного кстати само по себе наличие бессмертного здесь слегка на как бы напоминает нам про какого-то большого финального босса причем эта игра не славится боссами тут и как таковых нету мы не видели еще ни одного а так два раза влево огня скользит один раз направо один раз налево три раза вправо и дважды влево это она повторяет дважды это по моему код в меняющуюся комнату это может быть код в меняющуюся комнату но блин он очень сложный и да я нытик я знаю эти и золотой ключ при этом у нас выпал из этого архона так скажем от огня кстати так давайте еще раз почитаем два раза влево она скользит один раз вправо один лево три раза вправо и дважды влево и это она повторяет дважды один раз направо так два раза влево один раз направо один налево три раза вправо погодите у меня я хочу понять дважды влево так еще раз два раза влево нет 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 должна быть какая-то начальная точка из которой мы все это начинаем допустим вот отсюда просто комната широкая длинная но не широкая два раза влево 1 2 1 1 вправо один раз влево 3 раза вправо нет не годится значит отсюда погоди Два раза влево. Один раз вправо, один налево. Три раза вправо. И дважды влево. Два раза влево. Один направо, один налево. Три раза вправо. Раз, два, три. Нет. То есть, логически это подходило больше всего. Угу. Черт. Это явно загадка к этой комнате. Так, минуточку, у нас что еще было? У нас больше ничего... Ничего ли у нас больше не было? Так, ладно, минутку. Меня напрягает очень сильно. Вот, вот этот вот уголочек вот здесь. Зачем он? Вот этот вот. И тут нет никакой кнопки. Хотя явно за стеной кто-то ходит. Ну ладно, это верхняя часть комнаты. Мы туда и так, по идее... Ну, как бы, верхняя часть карты. Мы туда и так, по идее, попадаем через комнату с кнопками. О-о-о-о. Какая штука-то. Так, погодите. Я сейчас буду думать и экспериментировать с кнопками, потому что другого выхода я просто не вижу. У нас тут священное писание. Давайте еще проверим вот здесь. Ничего ли здесь нет. Нет, ну здесь явно, во-первых, по карте тупика, во-вторых, мы здесь получили ключ и указание. То есть, ну, это явно все, что мы здесь должны были найти. Тут даже можно... А, дверь обратно не закрывается. Угу. Не дайте этой комнате себя запутать. А что если в обратную сторону? Погодите. Почему я решил, что лицом обязательно туда надо стоять? Давайте. Два раза... Так, вот отсюда. Два раза влево. Раз, два. Раз вправо. Раз влево. Три раза вправо. Раз, два. Три. Это нелогично. Дважды влево. Хорошо, если начинать с этой кнопки. Два раза... Нет, нужно с этой... Допустим, с этой кнопки. Два раза влево. Раз, два. Раз вправо. Раз влево. Раз, два. Три. Дважды вправо. Два... Я сам себе противоречу. Погодите. Раз влево. Два раза влево. Один раз вправо. Один раз влево. Три раза вправо. Дважды влево. Итак, дважды. Значит... Два раза влево. Это уже нелогично. Один направо. Один налево. Раз, два, три. Да. Нет, ребят, погодите. Здесь что-то не так. Давайте я попробую понять. Попробовать комбинации. Попробовать пройти. И потом мы вернемся. Потому что это, по-моему, идет много времени. Так, ребятушки. И да, и нет. То есть, есть некоторые ребят, и одновременно нет. Во-первых, нет. Потому что, как вы видите, комната до сих пор закрыта. Но... Мне кажется, здесь у нас косяк перевода. Потому что, когда я уже вообще отчаялся и не знал, что делать. Тут написано. Это меняющаяся комната. Не дайте ей себя запутать. Но... Когда я пошел посмотреть, в чем же все-таки прикол. Я увидел этот свиток на английском языке. Самого решения загадки я не увидел. Но как только я увидел решение... Ну, как бы, вот этот свиток на английском языке. Там было написано. Комната в шахматном порядке. То есть, она в клеточку. И это дало мне некоторые... Некоторое понятие. Я дальше не стал смотреть. Я решил вот эту теорию сейчас с вами здесь попробовать. Во-первых, если мы будем выходить через эту дверь. То нам нужно будет, чтобы эта кнопка была открытой. Поэтому будем исходить из этого. Если эта кнопка у нас будет нажатой. То по шахматному вот эти вот две должны остаться не нажатыми. Поэтому мы, наверное, сюда же вот этот свиток и положим. Я специально сейчас сбегал, забрал пару факелов с локации. Потому что я собираюсь ими тут все поприжимать. По идее, теперь вот эти две должны остаться свободными. А вот это... Так, а что мы можем туда положить? Что-нибудь бесполезное у нас есть? Мэй Орден, бла-бла-бла. Нет, вот это я ложить, кстати, не буду. Это очень опасно ложить. Давайте я, наверное, еду. Стой, а почему еду? Что у нас есть такого? Тут у нас есть куча заклинаний. Тут травки, тут факелы. Тут записки. Кстати, бутыль. Получившиеся очень близко к формуле смесь. Ага, но это нельзя. Это тоже нельзя. Это у нас все рецепты. Самый запад. Блин, я этой записки так и не нашел применения. К черту ее. Я не знаю, где она могла бы применяться и зачем. Всякое такое. Так, и что-то одно мы можем положить здесь. У нас, кстати, лишнего-то не особо что. Что мы могли бы положить? Давайте, может быть, я вот факелы выложу. Их не так много. И вот этот... Швырну этот мешок. Получается, если я сейчас встану с этой кнопки, оно должно открыться. Если я все правильно понял. Потому что у меня сейчас вещи разложены в шахматном порядке. Ну-ка, рискнем. Да. Тогда вопрос другой. Зачем вот эта записка? Два раза влево. Один раз справа. Я на самом деле был уверен, что эта записка отсюда. А оказалось, что... Тут просто косяк переводом. Это немножечко грустно. Это печально. Еще один факел я возьму себе. Компенсирую. Теперь вот эта штука. Странно, что тут звук по металлу. А тут звук как по дереву. Вот это вот окошко меня очень настораживает. Ну ладно. Давайте посмотрим, что у нас там дальше. Ну то есть, вообще, в основной части загадки здесь очень годные и крутые. Допустим, в прошлый раз загадка с мечом, когда мне нужно было положить факел и забрать меч. Это я согласен. Это я сам тупанул. Потому что я пошел не по той дорожке размышлений. Там можно было догадаться. Тут я полностью признаю свой косяк. Но вот эта вот фишка, запутанная комната. Не дайте ей себя запутать. Как это мне должно было подсказать, чтобы я положил вещи в шахматном порядке? То есть, я пробовал... О, блин, тут лабиринт прямо. Я пробовал, вы видели, ложить вещи все подряд. И в каком-то определенном порядке наступать. И еще что-то. Но... О, здрасте. Тут у нас склад оружия. Звучит очень оптимистично. Давайте попробуем. Яд. Это было быстро. Я, по-моему, критом каким-то влепил жестким, да? Стрела. Стрела, это всегда полезно. Среди обломков ничего нету? Ударь. И тут среди обломков ничего нету. А, понятно. В общем, я, кстати, еще что-то такую фишку заметил. Если где-то вот какие-то яйца получили, коробки или что-то такое. Скорее всего, не в них что-то будет, а... За ними будет кнопка. Да, все, я этих ребят теперь распиливаю. Да, они мне успевают нанести хороший урон. Но я их распиливаю довольно бодро. Оооо! Секира. Shadows die twice. Топоры 10. Атака 24. Скорость 8. Атака 25. Скорость 10. Но знаете, на самом деле... Что у меня там по топорам? Я же их по глупости начал немножечко качать Да, топоры 2 Топоры 10 То есть, это все зависит от того, во что бы я вкачивался Есть три вида оружия Есть, как бы, молоты Есть топоры, есть мечи У меня мечник И вот этого чувака я не знал, куда качать В булавы или в топоры Ну, молоты, булавы, это то же самое Видите, у него тоже дисциплина меча есть Просто они не развиты, потому что мечник у меня другой Так вот, вот эта вот секирка, она очень даже очень Она прикольная Но не на моего персонажа Никак не на моего персонажа Ну, спасибо Спасибо, секрет хорош Оружейные Ладно, что у нас здесь? Здесь электробомбы, что круто У нас их уже 9 Я специально на ней тратил огненные бомбы Когда была возможность что-то потратить По той простой причине, что у нас маг обладает огненной магией Чтобы у нас было разнообразие Если у кого-то будет иммунитет к огню, например Чтобы у нас оставались какие-то... Жалко, я потратил Электрические Бомбы Камни тебе уже давать нельзя, понятно Очень сильно балансируем Так, меч Меч 14, скорость 15 Ну, вы понимаете, он уже не котируется Потому что Мы счетырили с прошлой загадкой Забрали себе этот меч Нет, ну атака 27, ребятушки Я атака 15 или 14 Извините, но нет Как бы я не против мечей Но этот явно нет И кольчуга Это у нас из кольчужного сета То есть Вот кольчужные поножи Если бы у нас не было пластичной керасы То мы бы, наверное Кстати, костяной амулет А, у меня их два А зачем я их ношу вообще? Тут зелья обморожения Ой, зелья Тренька Не тренька А, короче, вы поняли Да, кольчуга Тяжелая броня у нас Тоже не котируется Потому что у нас на тяжелую броню Только два персонажа Ну, кстати, он в хитиновой В легкой броне Секунду Девять Да? Шесть Чисто теоретически Я мог бы на него Нацепить кольчугу Он бы потерял Трик защите Но я мог бы Тогда на нее Одеть хитину С одной стороны С другой стороны Нафига оно мне сдалось Если она не танкует И Если меня обходят с фланга То все равно Этих персонажей валят Поэтому нет Нет, нет Спасибо У него хоть есть умение Таскать тяжелую броню Но я не буду Ему эту штуку Одевать Ну и шлем Точно такой же Как Я думаю Что это тоже Из кольчужного сета Да? Стальной шлем Я думаю Что он тоже Из кольчужного шлема Точно такой же Как мы выкинули Хорошая Симпатичная комнатка На самом деле Здесь можно было бы Прибарахлиться Вот это вот Секира И бомбы Пожалуй Тут самое полезное Что было Ну секира Не могу К сожалению Взять Потому что У меня персонажи Под нее не заточены А бомбы Да, бомбы Я забрал Спасибо Так Больше секретов А, это кстати Наверное Вот этот огненный Ну-ка Это тот самый Огненный элементаль В секретке сидел Которого мы слышали Все 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 Я понял Кто это был Окей В арсенал Зашли Теперь Ну По идее Нам сюда F5 Так Извините Кого укачало Я просто пытаюсь Проверять Что это сейчас было Пытаюсь проверять Стены Здравствуйте Какое интересное кино Вы видели Какая мистика творится Меня просто берет И разворачивает Я теперь каждый шаг Буду с картой сверять Вот Вы видели Опа Разворачиваемся Офигеть Что за цыганские фокусы Основания храма Нарушители Будут Выслежены Заметьте Не убиты Не наказаны Не казнены Выслежены Это Блин Как На Факел Тебе уже будет Перегрузом На тебе Факел Ф5 Например Вы были Предупреждены Там скелет Звучит как Чёртова угроза Что-то Кстати Давно Я останков Не видел Слышите Эти Чёртовы Звуки Мне кажется Там что-то Очень лютое Погодите Я фаербол Подготовлю Мне тупо Страшно Сейчас Серьёзно Погодите Я перезаписался На отдельный слот Везде Останки То есть Мне кажется Все те Кто сюда Ой Кнопка Где-то Здесь Да Ещё Бомбы А огненную Бомбу Дожидали Что это такое Перчатки Кольчужного Бойца Защита 3 Сила 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 Ataque То есть Это По сути Кастеты Защита 3 Сила 2 Ты у нас С чем ходишь Защита 2 В любом Случае Во-первых На Дети Как Эти у нас Лёгкая Братья Кожаные перчатки. Погоди. У тебя варежки кочевника. Защита, сопротивление холоду. Ну, как бы да, наверное. Блин, сопротивление холоду 5. Тут у нас просто кожаные, да? Так, на, подержи, поноси их немножечко. Оденем. Ну, раз уж я получил этот секрет, что его выбрасывать-то теперь? F5. Ты готов? Готов. Готов. Быть готов стрелять, пожалуйста. Там какая-то новая тварь, которую я не видел ни разу. Ну, по крайней мере, не слышал мне так. Так, это вот эта кнопка у нас сработала, да? Его еще раз тваривается. Так, вот такие вот колонны, они тоже не просто так обычные. Но на ней нету кнопки. Ясно, понятно. чертов, тиранозавр, блин. Как меня это сейчас напугало. хренов скримать, блин. Синий стейк. Стейк из ледяной ящерицы. Уровень. Ой, блин, ты... А, ну так вот его и поехали. Ох, как он восстанавливает-то хорошо! Не надо здесь спаунить, пожалуйста, дружище. О, я его еще и молнией инфиганул. А как я его... Блин, он сейчас убьет. Блин, 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 блин. Ээээ... Стейк отдай. Спасибо. Эээ, надо срочно валить отсюда. Ай. Я надеюсь, они не спаунятся. Ай, в углу спать такое себе занятие. Ладно, давай отдохнем. Я хотел сказать, что они вроде не такие уж и страшные, но когда два подряд... Твою за ногу. Давайте вы здесь не будете спауниться, ребят. Этот даже мясо не дал. Вы будете выслежены! Погоди! Не значит ли это, что... Все, я спать. Не значит ли это, что теперь эта зеленая... Что-то синяя фигня теперь за мной будет вечно гоняться, а? Вот это вот предупреждение, вы будете выслежены. Ммм... Вот оно очень сильно напрягает. Хорошо, допустим. Блин, это первое нападение. Меня офигеть, как напугало. Вот такой подхожу. Меня сейчас что-то сзади кусает за задницу. Так, хорошо. Мечи. Что мы получим на мечах, если качем на 19? Получим парирование. И получим ловкость. И потом еще надо выпад качать. А это надо качать. Поэтому, да. Вливаемся сейчас в мечи. И потом делаем еще раз на 24. А он там уже не один, да? Чем не с этими ребятами делать? По крайней мере, с них сыпется хорошая еда. Они очень быстрые. Они реально очень быстрые. Я, блин, я магом не успеваю воспользоваться. Из-за того, что они очень быстрые. Ты там сдохнуть, например, не хочешь? Вот, смотрите, я сейчас уйду лечиться. Кстати, кто у нас голоден? Кому стейка? Так. Факел. Нет, факел не поможет. Ну, стейки очень тяжелые. Стейки очень, блин, тяжелые. Чем не с ними делать? Так, наверное, ручной кинжал вот этот вот. Ну, есть полтора. Вес 2,2. Их надо в первую очередь жрать. И ты уже наелся. Все уже наелись. Черт. Ну, че мне с ними делать? Вот я сейчас посплю, он опять будет за дверью. Посмотрите. Мне кажется. И они быстрые. Черт. В 5? Окей, по крайней мере, я их не слышу сейчас. Это дверь, возле которой меня застукали. Так. Или вы не спаунитесь? Там, слышите, пол открывается и закрывается, кстати. Где-то. Рычаг. Погодите, перед тем, как дергать. Тут где-то еще эти синие ящерицы ходят. Я по звуку слышу. Нет, ну так-то они опасные. Посты. Их там много. Неплохо критами валим. Блин, эти стейки у нас прям... О, привет. Их еще два. Так, маг у нас истощился. Надо убегать, по-моему, после этого. Не, конечно, могу хилочку... Я могу хилочку схватить. Блин, у меня где-то земляж было на это... На восстановление сил. А, у нас минотавр без сил. Черт. По-моему, пора валить. Я не помню, куда. Сюда, по-моему. Куда-сюда-сюда-сюда. Не та дверь. Я заблудился. Куда? Сюда. Да, я знаю, что я потратил сюрикены, но я все равно вернусь за этим гадом. Так что с этим проблем никаких нет. Они оба сейчас перегружены, но перегруз влияет на повышенное потребление пищи. И, по-моему, там на что-то... О, сон! Давно мы их не видели, что-то. Ага. Вы должны быть осторожны. Спасибо. Они живут здесь, и они хотят остановить вас. Ну, это орден, да? Они боятся, что вы можете ослабить их... Ослабить их видение. Угу. Видение. То есть, когда я слегка перегружен, это влияет... Сейчас я посмотрю, уточню, на что это влияет. Просыпайся. Так. Где у нас дебафы обременения? Вы обременены, скорость движения сокращена и увеличено потребление пищи. Но то, что увеличено потребление пищи, меня как раз меньше всего волнует, потому что я нагреб этих синих стейков тяжелых. Мне их где-то надо жрать. Вот. То есть, как раз это меня устраивает. А то, что скорость передвижения снижена, ну, как бы, окей. Так. Не зажимай меня. Дружище. Сдохни. Ну, какой промах? Какой промах? Объясни мне, какой промах? Ударь. Вот я косячу. Это, по-моему, другой, да? Хоть я сейчас посмотрим. В этого я только два влил. Так, где там... Это он сюда за мной пришел, вон второй ходит. А, не достать, я не буду ударить. Ну, не промахивайся, пожалуйста, друг. На, и ты теперь тоже будешь перегружен. Погодите, где мои сюрикены? Они же не могли переварить мои сюрикены, правильно? Ну, будь другом, сдохни. Так. Они там за стенами еще ходят. Я вернусь? Где мои сюрикены? Вот что мне интересно. На, съешь. Сразу полегчало. Стоп, ребят. Да, я в него кидался сюрикенами, но где они? Ну, еще рычаг, кстати, который я не дернул. О, вот это... Вот это прикольно. Я думал, что тот парень, в которого я кидался сюрикенами, что я его, типа, убил и подобрал все сюрикены свои. Я не хотел бы столько сюрикенов потерять, что это глупо. Блин, вот этот туннельчик, он такой страшненький, если что. Ладно, ребят, знаете, что я думаю? Я думаю, что на этом мы сегодня с вами будем заканчивать серию. Пойдем там... Я слышал, там дальше есть еще динозавры. Мы вот так потихонечку продвигаемся. Я сначала думал, что они спаунятся, потом их тут, по-моему, просто дофига. Я очень просто надеюсь, что они здесь не спаунятся. Это было бы просто звездецки обидно. F5. Все, ребят, пойдем дальше исследовать это место в следующей серии. Там есть еще куда сходить. Плюс у нас есть еще рычажок, который мы не нажали. Я не знаю, откуда он. И есть еще какая-то дверь, которая у нас не открывается. То есть есть три, по идее, вещи, которые нужно сделать. Пройтись дальше, нажать на рычаг. И какая-то металлическая дверь. Займемся сегодня следующей серией. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем пока-да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok